Всем доброе утро, друзья! Варшава. Смотрите, дом какой красивый. Иду по своему обычному маршруту в сторону центрального ЖД вокзала. Классный дом. Сегодня погода получше, чем вчера. Дождя вроде нету. По прогнозу и по факту. Прогуливаюсь. А вот этот храм, о котором я вчера говорил, о котором я заходил. Не знаю его, как он называется. Сейчас хочу зайти во двор. Может, на табличке будет написано в гугл-картах. Вообще ничего о нем не указано. То ли он православный, то ли католический. Но орган звучал вчера. Насколько я знаю, органы стоят в католических храмах. Почитаем сейчас таблички. Костел святых апостолов Петра и Павла. Так это вообще мои святые. Я Павел и по батюшке Петрович. Между прочим. Да. Почему не написано его название в гугл-максе, я не пойму. Здесь еще вот такая табличка. 44-й год. Кто знает польский, переведите. Создана эта мембровальная доска в 1979 году. Ну, если Петра и Павла, думаю, может быть все-таки это что-то связано с православием. Такая вот таблица. Доска вернее. Вот видно дворец культуры и науки. Сегодня воскресенье, но службы нету походу. Потому что ни одной машины обычно, если служба, вот здесь вот на паргинге паркуются автомобили. Так. Ну, ладно. Выяснили. В общем, это костел святых апостолов Петра и Павла. Будем знать теперь. Такой дворик. Вот такая воскресная Варшава сегодня. Людей довольно много. Все идут. Ну, поскольку там торговые центры, вот золотые террасы, где вчера был. и в ЖД-вокзал. И вообще все стараются пошопиться в субботу. И особенно продуктами, потому что воскресенье в Польше, как и во всех европейских странах, все в основном закрыто. Все торговые центры, все сетевые супермаркеты выходные. Поэтому все сегодня закупаются, а завтра проводят выходные дни дома. Школа, какой-то рыночек здесь через дорогу. Что-то там продают продуктовый такой небольшой. Палатки стоят. люди продают всякие свои товары. Вот такая блошинная рынок небольшой здесь книги продают всякие антикварные вещи, газеты, старые журналы, картины, даже подушки. И тут же овощи, фрукты, мед, орешки. Музычок играет на аккордеоне. Здесь тоже столик с продуктами. Такой небольшой рыночек. Наверное, какой-то фермерский. Или не знаю, сами что. Чем занимаются может кто-то огурцы соленые. Каждый свое продает. Народный рыночек такой. Перекресточек. Сейчас пройду в ту сторону, это ни разу не было. это повторю самый центр Варшавы. 200 метров от центрального ЖД вокзала. Сегодня уже 14 января. Еще не поубирали рождественские елочки. Вот так вот все сияет. ресторанчики, кафешки, декоры. Такое вот здание красиво слева от меня с такими окнами, с арками. какая-то наверное компания. Самокаты, болт на каждом шагу. У нитра какая-то. А здесь много всяких компаний. Целая доска с названием. Все обочины, все запарковано. Машин просто вот тут какое-то место освободилось, сразу сюда заезжает машина. Чередуются такие вот старые здания с современными. вот видно прямо дворец науки и культуры. Какой громадный. Сейчас фотку сделаю. Многие дома вот так пообрисованы, подписаны вернее всякими граффити. Даже не граффити это. Граффити назовешь просто какие-то надписи. Что-то их не убирают. Особо не украшают. Красивое здание с красивыми фасадами, а это как бы похабит чуть-чуть всю красоту. У нас телеграф, радиотелеграф, здание местного телеграфа. Типа нашего телекома. За ним какое-то направительственное здание. Что-то связано с административным каким-то. люди висят. Улица Познанская. Какой тут перекресток. красивая архитектура. бочка прикольная, деревянная. И вот вам сразу же за ЖД вокзалом уже Варшава-Сити. район небоскребов бизнес-центра Ураза. Жизнь кипит. Хоть и воскресенье движение интенсивное. здание ЖД вокзала есть бедренка. Самый популярный продуктовый супермаркет в Польше. Зайду туда, хочу купить польские колбаски. Именно такой колбасы, которая делается здесь. В Польше ее не купишь в Варшаве. Ой, в Испании. Хочу взять с собой. Вкусная. Там по-своему вкусные колбасы. Я не скажу, что испанцы не умеют делать. У них сыровяленая продукция мясная очень вкусная. Колбасы, хамоны, все это вы знаете. Но здесь особенные польские колбаски они кто пробовал тот знает. И сейчас пойду найду там бедреночку. Посмотрел по глаз есть там бедренка. Еще раз вам покажу крышу торгового центра «Золотые террасы». Видите, как сделано? Интересно. бедренка где-то тут здание центрального вокзала находится. Ну, собственно, это и есть здание ЖД-вокзала центрального такой зал. Табло информационное. Ну, как всегда. так, одежда здесь бедренка. Что-то я пока не вижу. Где-то здесь должна быть разная кафе. Росман вижу. Кантур или обменник по-нашему. Макдональдс там где же бедрёночка, собственно говоря. Всё увидел он наверху. Нужно по эскалату сейчас подняться. вот там она находится. Сейчас пойду. Здесь ещё один зал такой большой. Ожидание. И колонны прикольные. И вот там бедрёнка. Вот за эти колбаски я вам говорил. Вот они. обалденная колбаса. из вот таких упаковок. Коротенькая и единая. Такие палочки упакованы. Сейчас я подумаю какую мне лучше взять. Очень вкусная кстати. Она есть разных производителей вот такого плана. Вот такого. вот это Ведлин это точно проверенный бренд. Я уже не раз покупал. Очень вкусная. Вот такой магазин. Здесь майонез, горчица. Всякие соусы всякие здесь. Вот тайский соус прикольный тату. Тао-тао. Ну это все есть в Испании. Здесь нет смысла его брать. Вот сюда везти. Кетчупы. молочко. Как-то так. Глопичка. пиво безалкогольное. Кстати, вот это вкусное пиво не нравится. пермишель разная. Спагетти. Все со скидками практически. Мороженое кто хочешь. Полуфабрикаты. В общем, весь ассортимент продуктов. Дощираки разные. Так, я хочу еще найти паштет. У них тоже прикольный вкусный мясной паштет разный. С индейки, с свининой, с курицей. Но я что-то его не нахожу пока что. Можно купить крупы разные. Рис, гречка. Здесь все это есть. Вот это сало тоже вкусное этой же фирмы. Ведлин. Вот такое полумясо, полусало. Сейчас наверное позже возьму. Вот эти паштетики. Вот они всякие разные есть. Так, вот этот это наверное ветчина или тушенка. Вот это паштет. Зелененький это прикольная тема. На хлеб мажете вообще обалденно. Мне нравится. Сейчас возьму. И вот этот в баночках тоже паштет. Тоже классный. Наверное даже лучше в стеклянных банках наверное такое лучше взять. Ну вот друзья накупил продуктов иду домой. Погода на вечер что-то меняется. Витер поднялся. Холодно так. Сокупа набрал голбасок, паштета, Прингус взял один тубус дорогу жевать завтра в Испанию выезжаем. Короче как-то так скупился. Одним словом говоря. Так короче друзья вот такой торбешник прикупил. Все это обошлось 70 7 рупий сейчас точно скажу 76 рупий ой рупий господи золотых нигде в голове. Так 3 пары вот такой колбасы которая обалденная колбаска все будет в Польше обязательно попробуйте одну упаковку Прингус паприка банку пиваса 3 банки паштета одну стеклянную для таких вот такую вот такое вегерышко помидорок чериков 3 зеленых яблока не знаю почему но зеленые яблоки больше чем пол литра колы и 7 таких хлебных булок ну вот собственно вот это вся корзина обошлась в 76 золотых это ну по курсу посчитайте где-то 15 евро если в евро как-то так так надо все сложить в холодоз до завтра вот друзья двор в котором я живу входная дверь подъезд такой вот закрытый двор елочка стоит во дворе наряженная вся мигает и здесь подворотня такая арочка заезд во двор улица хоза 66 дробь 68 800 метров от центрального вокзала самый что на из центра выходим вот такой здесь проспект не проспект это такая большая улочка с односторонним движением и вот такая вот арочка нахожусь в втором центре золотые террасы зашел магазинчик левайс футболочку все просмотрел сейчас померяю подойдет возьму по скидкам нормальная цена для левайских футболок так бы как бы не сильно она дешевла но все равно на уровне стоят цены была где-то в районе 100 злоток сейчас на стоящий и сад что ли взять сегодня тут в центре возле золотых террас возле центрального зала года шоу проходит толпа народу полно там фаер-шоу кто-то проходит сейчас пойду посмотрю группа когда-то играет местная ну пока перекур только что играла а вот фаер-шоу я как понял что происходит так импровизировано кто хочет кто-то такая короче тусля тут происходит с фаер-шоу с музыкой живой это поймать каждые выходные или каждую субботу наверное вот так все панорама центра Варшава короче молодежи здесь точно не скучно будет варшаве тем более выходной день сегодня суббота так что приезжайте хотя здесь и так уже столько наших из-за всех этих событий печально что лучше бы их здесь было в 10 раз меньше либо чтобы приезжали по желанию путешествуя а не убегая от войны такое дело вот Варшава центральная вокзал полиция тут кого-то щемит кто-то заехал на тротуар и видимо будет сейчас им страх появится хорошо сегодня без дождя а то почти каждый вечер дождь начинался вечером свой шарм города когда все включается все подсвечивается красиво первый этаж этого рыбоскреба красиво оформлен коль и деревья такие обрезанные обмотанные вверхушки гирляндами прикольные ну что друзья завтра утром выезд в Испанию и Варшава наверное на этом ролике заканчивается собственно показал вам центр Варшавы как здесь чего я думаю многие из вас были кто с Украины в этом городе а кто не был посмотрите все всем добра всем пока утром Продолжение следует...